Приветствую вас. Конечно, ситуация далеко не лучшая, вот, у вас складывается, вот, и, в принципе, переживания ваши можно понять, но и вам, в свою очередь, тоже нужно понять, что переживая и как-то подпелкивая молодого человека, в этой ситуации вы лишь сделаете хуже, скорее всего, потому что молодой человек сейчас не переживает, скорее всего, а именно, что боится, боится того, что произошло, вот, а вам можно показать ему, что вы в нем, как раз таки, не нуждаетесь, вам важно показать ему, что вы, как раз таки, способны общаться с ним, ну, если не его девушка, то, по крайней мере, как его друг, да, его подруга, и вам важно показать ему, что вы в нем не нуждаетесь, вот, это может быть сложно сделать, из-за определенного ряда причин, но, тем не менее, сделать это необходимо, это первое. Второе, ну, то, что, вот, я вижу, да, это некая ваша такая вот добребность во внимании к вам в конвекте беременности, то есть вы спрашиваете, вот, вы говорите, что он не интересуется мной и как я беременна и себя чувствую. Мне кажется, что здесь и в целом в вашем тексте есть какое-то проявление, вот, знаете, желания на мужчину переложить, вообще-то говоря, ответственность за себя, за свою жизнь, за свои решения и так далее. Притом, что у мужчины, судя по тому, что он берет кредиты, есть некоторые трудности с личными границами, вот, потому что кредиты, к сожалению, это жить в долг, жить в долг, это, ну, показатель не очень, так скажем, лично с надрелого человека, это не говорит о том, что он плохой, конечно же, но это говорит о том, что такие вот текущие цели, минутные цели для человека важнее и он может, в общем-то, поддержать ради этих целей своим будущим, откровенно себе нанося вред и вы это ставите ему в достоинство, хотя, на самом деле, это, на мой взгляд, достаточно серьезный минус и человек балуется кредитами. Вот, то есть, вы здесь, такое ощущение, да, что вы хотите на него переложить ответственность, про то, что не очень понятна эта ситуация с ребенком, то есть, ну, короче, вы забеременны, он возил вас на узи, какое решение вы принимали про ребенку, говорили вы с ним про ребенка, может быть, он ребенка вообще не хочет, или не готов, то есть, вот, как-то эта история, она, на мой взгляд, ну, не очень вообще вами описана, да, вот, при том, что вы явно чего-то ждете от него, явно требуете, от него чего-то игнорировать, то, что мужчина может быть там переживает или что-то еще, вот, вместе с тем, очевидно, что, ну, важно в вашей жизни особо ничего, как мне показалось из вашего текста, нет, да, раз вы можете посвятить свое время там, чтобы переживать молодого человека и думать о вас, то есть, нет ощущения, что вы, вот, идете по своей жизни, да, каким-то своим целям, да, чего-то добиваете, чего-то достигаете, вот, такого у меня ощущения не возникло, исходя из того, что вы, ну, написали, и мне кажется, что вам желательно в этом направлении так же подумать, для того, чтобы, опять же, стать менее зависимым от него сейчас, это важно, если вы сможете стать от него менее зависимой, ну, ситуация сможет нормализоваться, вы сможете, по крайней мере, ну, как бы лучше себя чувствовать и не так нам нуждаться. Да, на всякий случай лучше исходить из того, что мужчина вас бросил с ребенком, но, опять же, здесь важно не то, что он бросил или не бросил, а то, насколько вы можете полагаться на себя, и можете ли самое главное это делать, если вы можете полагаться на себя, если вы полагаетесь на себя, вот, то все у вас будет в порядке. Научиться полагаться на себя и следовать своим чувствам, а также помочь лучше эту ситуацию пережить, а также не быть зависимым от молодого человека, вам может психолог, и, соответственно, обратившись лично к выбранному вами специалисту, вы сможете решить свои проблемы. Вот, пока что выглядит просто так, что вы поспешили несколько с ребенком, вот. И пока-то несколько выглядит все так, что вам не хочется для молодого человека ничего просто так делать, что вы от него чего-то взяли для себя, что вы считаете, что по причине того, что вы беременны, именно он вам что-то должен. Это, на самом деле, не совсем так. Быть беременны – ваш выбор, и вам за этот выбор отвечают. У меня такое ощущение, что вы, ну, не отвечаете за него за это, перекладывая, как я уже сказал, ответственно за молодого человека. Это то, что в данном случае является, на мой взгляд, одним из источников негатива. Вы не можете жить в этом, да, вне зависимости от того, молодого человека, хочет быть с вами или нет. А ведь его право с вами не быть, его право с вами не быть, его право, не говоря, расстаться с вами. Да, вы можете обязать суд платить алимент, если решить оставить ребенку, но его право с вами не быть. Вот, мне кажется, здесь какая-то такая не очень четкая базиция у вас по ребенку, мне кажется, не очень четко сформулирована. Вот, и я бы одним пунктом затронул бы тему ваших целей, вам что важно, вы на что ориентированы. Вот, если вы хотите. Разобраться с этим было бы тоже весьма неплохо. На этом всем, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится, вы сможете найти для себя наилучшее решение в данной ситуации.